Добрый вечер, дорогие друзья! Можно ли исцелить душу человека, его тонкие тела, его физическое тело, его психику, сознание, бессознательное с помощью нетрадиционной медицины, с помощью нетрадиционных, то есть астральных, энергетических методов воздействия на человека? Что такое ведунья? Что такое ведунь? Кто такие эти люди, вернее, скажем так? Насколько возможно исцеление огнем, водой? Шамански это техники или нет? Мы снова с вами возвращаемся к теме исследования запредельностей нашего бытия, к теме исследования непостижимых, заграниевых, невидимых областей, мироздания и в конечном счете, а может быть изначально, нас самих. Сегодня в гостях у передачи «Избранный» действительно избранные гости. У нас все гости таковы, но напомню, попадаются среди них особенно яркие звезды. Итак, встречаем. Жанна Белозерова. Ведунья, экстрасенс, ясновидящая. Добрый вечер, Жанна. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы с Антоном очень рады, что вы заглянули к нам в передачу «Избранный». Господин Митнев, я надеюсь, вы рады? Я очень рад. Вам еще жить хочется, да? Мне же нужно снилаться. Долго, счастливо. Долго, счастливо. Да, я просто таким образом пытаюсь объяснить нашей гости, что ему платят за определенный цинизм, наскоки, наезды, да. Вообще я добрый и пушистый. Да, человек достаточно... Платят мало, поэтому больше наезжают. С утра он был умным, казался, по крайней мере, таковым, так что я думаю, что надежды наши с вам... Он оправдает это наше с вами доверие. Ваш спектр специализации, Жанна, я правильно сказала? Ведунья, экстрасенс. Экстрасенс – это общее какое-то название. Ясновидящая, правильно? Вы знаете, мне повезло в жизни, потому что вообще изначально у меня предки по линии папы были шаманами, а предки по линии мамы были ведуньи. То есть только женщины были представительницами, обладали такими способностями. И, знаете, как-то волшебным образом мне повезло, что два рода соединились, и вот все эти способности упали в какое-то определенное время на меня полностью. И как бы я не отнекилась и говорила, нет-нет-нет, я хочу жить обычной жизнью. А это было... Вотребительное. Какое время? Вотребительное. Какой возраст у вас был, Жанна? Я закончила школу, и то есть у меня с самого детства бабушка говорила, давай там травки делать, зелень какие-то, давайте торговую соль со мной делать, давай заговоры будешь. Я говорю, пожалуйста, я хочу гулять, отпустите меня, пожалуйста. Хочешь мальчика, давай мне вражи. Да, да, да. Куда тебе бегать, сиди дома, сам придет. Сам придет, да. Ну, бабушка была очень добрая, то есть она не занималась черной магией, и это против моей абсолютно природы, потому что я знаю, что любой приворот, любое негативное воздействие на человека, ну, потом оборачивается не очень приятно. Извините, ясное видящее, да? То есть вы видите картинки, видите, что вы видите? Я вижу причины проблем человека. Я вижу причин, допустим, его безденежа, причин его болезней. Ну, как это, в каких образах это проявляется? Это по-разному. Это может быть картинка, это образ может прийти, это может быть ощущение. Приходит к кому-то человек, я чувствую на своем теле, что вот у него там проблема с желудком или с печенью, и у меня получается спазм какой-то, по-разному. Разный канал восприятия могут быть. То есть вы потом с этой болячкой живете или как-то изгоняете? Нет, нет, я на себя... Уйти отсюда! Я изыди! Все, 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 хватит. Да, да, я же специалист поляровым по сущностям астрального плана, поэтому я могу с ними договариваться и сказать, изыди, и все. То есть изгоняете из человека, да? А если человек одержимый такими сильными сущностями, как уже бесноватый называется, вы тоже с такими справляетесь? Да, как? Экзорцизм. Да, ну, христианская традиция экзорцизм, да, называется, да. В любой культуре есть какие-то моменты, где-то демоны, шайтаны, лярвы в славянской традиции. Это особый ритуал. Может быть, шаманский ритуал, может быть, ритуал ведический. Ну, разные, абсолютно разные. То есть вы подбираете индивидуально? Да. Смотрите, ага, это не та категория демонов, так, ну-ка, давай разберемся. Да, да. Что с тебя есть? Потому что демоны бывают тоже разные. Бывают очень такие, знаете, ну, скажем, как и люди. Бывают не очень далекие, а бывают очень такие умные, ну, как вы, допустим, да. Какой я умный, просто. Такой недалекий парень, сижу. Ну, дайте я немножко польщу. Интересно. Вот, и тогда с ними приходится уже, с кем-то можно хитрить, а с кем-то уже там силу применять нужно уже именно такую большую шаманскую силу, допустим, шаманский ритуал проводить. Жанна, а почему сущность селяется в человека? Что-то не так человек делает или что? Либо предрасположен, да? Бывают разные причины. Бывает, человек уже приходит в этот мир с предрасположенностью. Ну, допустим, родовая предрасположенность, когда, допустим, в роду все гневлятся, знаете, такие гневливые, им там что-нибудь скажи, они уже сразу завелись и не успокоить. Вот, и, допустим, род весь такой гневливых людей. Это уже кармически приходит лярва, эта сущность приходит, уже рождается ребенок, он уже с таким качеством, с таким набором. А есть лярва, которую мы можем подцепить, ну, скажем так, грубо говоря, вы идете, испытываете какую-то негативную эмоцию, и нас окружают сущности тонкого мира, нас окружают лярвы. И вот она сидит такая ждет, господи, ну, где же мне это питание взять, где же мне это вкусненького человечка? Потому что они питаются, естественно, необычной едой, они питаются психической энергией. И вот эта лярва такая рядышком с вами прыгает, прыгает, вам стоит испытать какую-то негативную эмоцию, и вы как будто с этой негативной эмоцией говорите, welcome, добро пожаловать, и она тут как тут к вам. Ну, и потом внутри вас развивается. Так сколько раз, особенно за рулем люди психуют, и что каждый раз там? Нет, я думаю, что в этом случае уже подпитывается та, которая уже есть внутри. А, уже хватает. Да, она уже просто растет, растет на ваших негативных эмоциях. Извините, а вот с применением собственных средств как-то собственноручно возможно изгнать или обязательно? Вы знаете, если действительно хватит у вас силы, внутренней веры, какого-то эмоциональной включенности, чистых энергий таких, знаете, ну, это очень сложно человеку. Если человек в состоянии молитвы находится, и искренней молитвы, он способен это от себя все убрать. Возможно. То есть надо сосредоточиться, сконцентрироваться. Нет, вот это мужской подход, понимаете? В молитве не бывает такого, чтобы... Нет, подождите, там нормально, да? Господи, у меня проблема. Давай решим. Да-да-да. Нет, Господь, ты не прав, почему у меня проблемы, да? Это уже еврейский подход. Но в то же время большинство людей такое. Еврейский подход, Господи, почему так дорого? Почему столько усилий? Нет, почему я жду. А так и нельзя, легче сделать как-то. Нет, у евреев очень хорошая есть такая фраза. Вы знаете, когда что-то происходит, Господи, спасибо, что деньгами взял. Понимаете? Я в этом случае говорю, когда, допустим, я какой-то подбираю амулет человеку, у него ломается амулет, я говорю, ну, это как еврей, спасибо, Господи, что это амулет он взял, а не проблема ударила по мне, по моей жизни. Кстати, когда человек что-то теряет, или у него вытаскивают бумажник, или он теряет деньги, украшения, часы, голову, как в случае с Антоном, да, часто теряет голову, находим, это в данном случае не его голова, но похожая, да, примерно его. Это что-то значит? Обязательно, что-то значит. Могу сказать такой секрет, что если что-то потеряли, в данном случае Антонова голову потеряли, похвалите ее. Похвалите ее, чтобы она вернула. Потому что похвала – это универсальный ключ успеха. Вот если то, что мы потеряли, мы хвалим, оно приходит к нам. То есть, ну, и чаще всего, если деньги теряются, то человеку показывают, высшие силы показывают, смотри, как ты привязан к вещам, как ты привязан к деньгам. И голове. И голове, например. И без головы жить ты не можешь, оказывается. Ну, не всегда в голове бывают светлые мысли, согласитесь. Бывает, что и не бывает. Да. Поэтому Бог таким образом пытается с человека внимание дополнительно привлечь, то, с чем человек отрождествлен, то, что ему дорого. Бог говорит, посмотри, ну, не только это в твоей жизни есть, ведь в жизни всего много, есть хорошего. То есть, нужно не привязывать. Абсолютно привязывать. А такой буддийский подход. Не к вещам, и к людям тоже. И к людям тоже. То есть, понимать, что да, у меня есть близкие люди, да, я ими дорожу. Но когда мы, ко мне очень часто приходят женщины, которые говорят, это мой ребенок. Я говорю, а сколько вашему ребеночку лет? Она такая, 50. Понимаете, такое вот происходит. И это неправильно. Она не саму ребенку не дает жизни, у нее нет своей жизни. Я, конечно, нутрирую, но сам факт так очень часто бывает. Часто, часто. Ужасные тещи, свекрови невыносимы, получается, именно из-за таких женщин, которые разрушают судьбы своих детей, фактически, ты моя собственность. Что вы с ними делаете? По рукам бьете ли? Женщинам? Ну нет, по рукам бесполезно бить. По голове? Ну, скажем так, не по голове, а там приходится просто действительно делать, ну, показывать другой мир женщине. Чаще всего это бывает очень сложно у женщин в таком возрасте. Слава богу, если молодая девушка пришла, и ей еще есть возможность что-то рассказать, показать другой мир, чтобы что-то изменить восприятие другое. А пожилой человек говорит, чему ты меня лечишь? Вы знаете, вот очень часто бывает, что приходят пожилые люди, и они уже, знаете, я смотрю на них, это энциклопедия Лярв. То есть раз печалька сидит такая, обидушка такая сидит у нее, гнев, раздражение, самобичевание. И вот целый такой спектр, такой сидит уже человек, и вот он не он уже, а вот так изъеденный, как мулью, изъеденная пальтишка, так вот человек сидит. И взрослого человека сложнее, но бывают уникальные случаи. Ко мне пришел дедушка, вернее, не пришел. Его родственники обратились, ему 80 лет было. Он уже лежит при смерти, уже готовится к загробной жизни, уже читает книгу «Тайны мертвых», уже чтобы понять, что там ждет. Он уже договаривается о месте. Да, 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 уже. С близкими прощается. И тут, значит, попадает ему моя рекламка, и он говорит детям, обратитесь, может, меня спасут. Естественно, мы начинаем с ним работать. Он 84 года, сейчас ему, он ведет женскую группу йоги. У него девочка без ума от него. Так вы и йогу преподаете? Ну, я считаю, что человек должен быть здоров во всех отношениях, в том числе тело тоже нужно поддерживать. Поэтому 84 года изменил мышление, изменил подход. Все, Бог забрал у него болезнь, потому что у него другое мировоззрение стало. Потрясающе. Другое отношение. Извините, а вы их видите? Дедушков или кого? Лярвов, как вы это называете? Лярв, да. Дедушку за лярвами. Говорит, вот сидит, питается, поедает. Вот у Антона много лярв? Или это сама лярва? Я не могу на все услышание сказать. Да, конечно, много. Вас уже не видно за лярвами. Я не вижу, конечно. В смысле, вы их видите? Да. Или чувствуете? Я могу с ними, я их чувствую, вижу, могу с ними разговаривать, общаться, договориться. И какие они на вид? Знаете, у каждого свои, у каждого разные. Это могут быть фантазийные, такие даже существа, как на Земле нет таких. Могут быть как змеи подобные, могут быть как жабы подобные. Могут быть, допустим, змея с жабой скрещен. Абсолютно разные. Это же астральный план, как фантазия заиграет, такая сущность и есть. Так ваша фантазия? Да нет, тонкого мира. Там же нет ограничений для тонкого мира. Но бывает, что прям поражает. Бывает. Пугает. Бывает, пугает. И здесь самое главное, человеку, который занимается экзорцизмом, не испугаться самому, потому что стоит ему испугаться. О, наш клиент. Да, и сущность как раз такая в тебя проникает. И теперь ты уже, держим. Нужно просто действительно помнить, что Бог помогает, что не я исцеляю людей, что я исцеляю той силы, которую мне дал Бог. Это ни в коем случае не моя энергия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова